Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Примерно в этом направлении вы видите управляющие иконки, поднятая рука, смайлик и третья открывающаяся папочка. Вот когда вы на нее нажимаете, то появляется окошко ресурсы справа от презентации. И в этом окошке вы видите три наши ссылки и сегодняшнюю презентацию. Чтобы скачать презентацию, надо нажать на иконку в виде дискетки рядом с названием презентации. Обращаю ваше внимание не на название презентации, а на иконку. Тогда вы сможете скачать презентацию на свой компьютер. Обращаю ваше также внимание, что в самом начале чата, кто зашел в последнем, уже, наверное, не видит. Промотайте, пожалуйста, в начало. Там вы увидите две полезные ссылки. Первая ссылка – это на наше расписание вебинаров, при помощи которого вы можете записаться на все вебинары вплоть до июня месяца. Там полное расписание на первое полугодие вебинаров от компании Директ Медиа. Там же прямо вы сможете смотреть по ссылкам перейти и посмотреть записи предыдущих вебинаров. Записи появляются у нас примерно раз в неделю. Так что тот вебинар, который будет, примерно это происходит в четверг, в пятницу. Так что все вебинары, которые были проведены за текущую неделю, примерно в пятницу появляются вот на этом расписании. В этом интерактивном расписании. Кроме того, я хотел бы, чтобы вы подписались на наш видеоканал в YouTube, на котором, собственно, все эти вебинары и располагаются. Кроме вебинаров, там есть и учебные ролики, и много другой полезной видеоинформации. Так что подпишитесь на наш канал, и тогда будете получать уведомления о всех новостях на нем. Я вижу, тут несколько вопросов есть по поводу сертификатов. Для начала я объявляю для тех, кто первый раз у нас, что на все наши вебинары все участники получают бесплатный именной сертификат цветной, который придет на вашу почту. Точнее, на вашу почту придет ссылка. По этой ссылке надо будет перейти и зарегистрироваться в нашей системе. И тогда вам откроется ссылка на ваш именной сертификат, где будет ваше имя, подпись, печать, все как полагается. А теперь вопросы по поводу... Я вижу вопросы по поводу сертификатов. Первый вопрос. На сертификатов указывается число, когда мы распечатываем сертификат, а не дата проведения вебинара. Это проблема решаема. Честно говоря, я думаю, что все-таки не число, когда мы распечатываем, а число, когда вы обращаетесь к системе, которая генерирует эти сертификаты. Не знаю, решаем мы это проблема или нет. Дело в том, что выписка сертификатов происходит автоматическим образом. И этим процессом мы владеем только отчасти. То есть отчасти он автоматический, отчасти ручной. Я обращусь к тем, кто у нас занимается сертификатами, задам этот вопрос. Но, скорее всего, если вот так вот происходит, то придется как-то с этим мириться. Вряд ли это регулируемая характеристика. Еще один вопрос я видел по сертификатам. После вчерашнего вебинара будут сертификаты и когда? Значит, да, список сертификатов я выслал. Тот человек, который у нас занимается сертификатами, он должен этот список ввести в систему и после этого произвести рассылочку. Иногда на это уходит полдня, иногда день. Ну вот какая-то задержка может быть, так что обязательно должно прийти. Ну и как всегда, если есть какие-то проблемы, вы ждете письмо и его нету, посмотрите в спаме, потому что любая рассылка может прийти в спам и письмо может затеряться там. Кроме того, я хочу рассказать о том вебинаре, который будет следующим. Следующий вебинар будет у нас посвящен арт-порталу. Вести его буду я завтра. Я всех приглашаю на свой вебинар. Вот его ссылочка на него, можете прямо отсюда зарегистрироваться. Ну и тема будет интересной. Ну для меня, по крайней мере, я этой проблемой в нашей компании как раз, этим проектом как раз занимаюсь в нашей компании. Так что это будет рассказ от первого лица, будет достаточно интересно. Ну и теперь я перехожу к введению в наш сегодняшний вебинар. Константин Николаевич попросил, сначала хотел сам сказать некоторые вводные пять минут, но потом попросил сделать это меня. И, собственно, я это делаю. Мое введение будет совсем коротким, перед тем, как я передам слово Владимиру Михайловичу. Сегодня у нас очень интересный вопрос. Единое окно поиска в ресурсах, библиотечных и прочих ресурсах. Для вузов вопрос очень остро стоит, Потому что, конечно, искать по разным ресурсам, каждый из которых является неким черным ящиком, это очень сложно. Люди привыкли, что интернет – это открытая среда, что в ней есть единое окно. Набираем Яндекс или Гугл, и вся сеть у вас как на ладони. А с библиотечными системами, к сожалению, это закрытые системы, там нужен вход, логин, пароль. Иногда это платные системы, иногда бесплатные, но все равно это не те системы, которые индексируются поисковиками. И с ними трудно. Что-то с ними надо делать. Если в ВУЗе 10 ЭБС, то искать по каждой – это очень сложно. Поверьте, что и производители ЭБС это тоже понимают. Но вот тут консолидировать наши усилия очень сложно. Разработчики разные. Иногда они конкурируют друг с другом. Да и прочее. В общем, всегда все общие решения даются не так просто. Поэтому есть некоторое количество сторонних решений, которые каким-то образом решают этот вопрос. Во-первых, есть Discovery Service. Это иностранный сервис, который обеспечивает подобное общее окно. Но есть проблемы. Во-первых, этот сервис достаточно дорог. Не каждому ВУЗу он по карману. Во-вторых, он не так охотно работает с русскоязычными ресурсами. И совсем не все ЭБС в нем представлены. Есть и другие решения. Или решения, которые появляются или должны появиться. Если вы посмотрите в записи наших вебинаров, осенью у нас выступал коллега Струков от имени АПР. Он представлял решение, ну еще не решение, а подходы к решению, к общему единому окну поиска по электронным библиотекам со стороны организации АПР. Вебинар производителей и потребителей электронных ресурсов. Сегодня мы представим вам другое решение. Я надеюсь, что мы потихоньку будем все варианты вам представлять. Не уверен, что мы сможем пригласить на вебинар кого-нибудь из Discovery. Ну, по крайней мере, все, что у нас есть в России, мы постараемся в той или иной степени как-то осветить. Вот сегодня к нам пришел Владимир Михайлович Лютецкий, научный директор компании «Радуга Лик». Прошу прощения. И сейчас, через пару минут, я передам ему свою гарнитуру для того, чтобы он продолжил сегодняшний вебинар. Единственное еще, что я хотел бы сказать по технике ведения вебинара, я всегда прошу всех задавать ваши вопросы во вкладку «Вопросы». К сожалению, вот не все меня слышат, кто-то заходит попозже, но, тем не менее, старайтесь соблюдать это правило. Ведущему так гораздо проще, потому что чат, особенно когда он бывает интенсивным, когда и если, он очень быстро сматывается наверх, и ведущему не так просто следить за всем, что там происходит. Если вы хотите, чтобы ваши вопросы никуда не пропали, и ведущий на них бы ответил, то я прошу задавать вопросы в колоночку «Вопросы». Сегодня, в отличие от предыдущих наших вебинаров, я не буду присутствовать в чате, я буду просто рядом сидеть, поэтому вопросы ко мне, если кто-то будет задавать, я, может быть, тогда в самом конце только возьму слово и отвечу на них. Ну, а теперь я хочу передать слово Владимиру Михайловичу для смены нашего места. На полминуты мы выключаемся, и сейчас Владимир Михайлович будет в эфире через полминуты. А я с вами на всякий случай прощаюсь. До завтра. Добрый день, коллеги. Всем хорошего дня. Очень рад, что вы нашли время подключиться и поучаствовать в нашем сегодняшнем вебинаре. Очень надеюсь, что вам всем понравится. Ну и традиционный вопрос «Всем ли хорошо мне слышно?» я думаю, тут уже не стоит задавать. Но если вдруг кому-то что-то плохо, то напишите в чат, мы это дело посмотрим, попытаемся чем-то помочь, если это возможно. Итак, библиопоиск. Ради экономии времени не буду останавливаться на предыстории. Думаю, всем, кто сейчас на линии, необходимость такого сервиса очевидна. Поэтому в качестве вводной давайте посмотрим коротенькое видео. Как наш продукт уже полностью функционально работает на базе трех библиотек. Это Российский университет дружбы народов, МДЦ Артек и ЦБС Домодедова. Три библиотеки трех разных типов. Ну, как везде, поиск начинается с главной страницы сайта, хотя это окно можно поместить где угодно. Вот открывается окошко с результатами поиска, в котором, собственно, вся основная работа и ведется. Слева область фильтров, сейчас вы еще увидите. Справа область результатов поиска. Как видите, все понятно и привычно для рядового интернет-пользователя. Что, собственно, мы и добивались. Ну, а теперь немного теории. Перейдем непосредственно к презентации. Как нам всем прекрасно известно, информационные ресурсы библиотеки, помимо, собственно, печатного фонда, складываются из трех составляющих. Первое – это электронные каталоги АБИС и собственные оцифровки, если они есть. Второе – электронные библиотеки и библиотечные системы. Скажем так, это арендованные электронные ресурсы. Те ресурсы, которые представляются в библиотеке по подписке. Да, запись вебинара будет. Эти электронные ресурсы обладают достаточно большой изменчивостью по сравнению с электронными каталогами АБИС. Например, достаточно много, я знаю, ЭБС, в которых каждый день могут исчезать или добавляться сотни новых документов, сотни новых книг. А если это ЭБС-периодики, то там речь идет на тысячи, если не десятки тысяч документов каждый день обновляются. Ну и третье, конечно, это специально отобранные свободные ресурсы интернет. Это в основном Open Data проекты. Типа, тоже Киберленинг, наверное, для России самая известная. Эти проекты тоже очень изменчивы. Например, в ту же Киберленингу каждый день добавляется несколько сотен статей. А Библиопоиск работает, объединяя все эти ресурсы одновременно. Ну, как вы уже видели на этом коротком ролике, еще увидите позже. Конечно, во-первых, мы работаем с партнерскими каталогами. Каталоги партнерских ресурсов, такие как Университетская библиотека онлайн, Nonfiction, электронная библиотечная система наших сегодняшних хозяев, обновляются ежедневно. Некоторые ресурсы, типа ЭБД, РГБ, электронная библиотека диссертации, с которой мы также работаем, не может предоставлять каталоги. И там мы осуществляем поиск, используя их API. Этот поиск еще называют федеративным. Мы поддерживаем оба способы, в отличие от достаточно известной платформы ВУФУНТ, которой федеративный поиск не поддерживает, насколько нам известно. И таким образом, использование API позволяет нам искать в полных текстах и электронной библиотеки диссертации РГБ, и в полных текстах киберленинга, двух, наверное, самых известных научных ресурсов России. Насколько нам известно, более такой сервис не предоставляет никто, включая Discovery сервисы известных международных брендов. Вот, собственно, такая универсальная возможность работы с различными сервисами, это, наверное, является одним из наших ключевых особенностей. Вот на экране слайд, в котором чуть больше об этом сказано. Собственно, мы и стараемся сделать такой продукт, с которым было бы удобно работать не только пользователям, но и сотрудникам библиотек и нашим партнерам. Поэтому мы индексируем не только источники текстовые, но и видеолекции, и аудиоресурсы, и арт-портал можем индексировать, кстати. И таким образом, можем работать со всем, что, в принципе, можно описать в формате дублинского ядра. Есть такой формат описания метаданных. Ну, про полный текст мы уже сказали. Разумеется, мы поддерживаем полнотекстовый поиск и по оцифровкам. Например, мы сейчас работаем с Российской государственной библиотекой искусств, и уже проиндексировали их полнотексты размером более 600 гигабайт их объем. Индекс этих полнотекстов мы расположили на сервере библиотеки. Таким образом, все авторские права оказываются соблюдены, и никаких проблем, что эти тексты там утекут куда-то еще, не существует. Потому что скачивание этих полнотекстов даже для нас, в общем-то, закрыто. Итак, перед вами актуальный на сегодняшний день список подключенных к библиопоиску ресурсов. На будущее этот список лучше смотреть на нашем сайте www.radu.ly.ru, потому что новые названия появляются в этом списке практически еженедельно. Что касается наших хозяев компании Direct Media, они действительно одними из первых откликнулись на идею разработки такого сервиса, и одним из первых мы подключились к нашей системе. Кстати, могу в этом плане рассказать байку насчет взаимодействия. Как-то очередному нашему клиенту, я уж точно не помню кому, потребовалось подключить Non-Fiction. Они написали нам запрос, но все нормально. Мы связались со специями из Direct Media, и вся работа прошла настолько быстро, что клиент увидел базу Non-Fiction буквально через несколько часов после того, как отправил нам запрос. Не знаю как, но по мне это рекорд. Это я не к тому, что там спецам просто было нечем заняться, они сразу стеринулись обслуживать, подключать эту базу. Нет, просто их технологическая платформа Direct Media оказалась настолько совершенна, что подключение прошло без сучка, без задоринки, и программистам даже не потребовалось подключаться. Вот, подключайтесь к компании Direct Media. И теперь вернемся к тому, что я назвал философией библиопоиска. Когда делаешь что-то новое, в частности, разрабатываешь какой-то новый программный продукт, необходимо очень четко понимать, зачем ты его делаешь. Чем он будет отличаться от прочих, уже имеющихся на рынке. Какими будут особенности, свойства, цель даже. И вот этот набор, первый из которых универсальность, я об этом уже сказал. Теперь, второе свойство, это привычность. Известный металлогический принцип, называемый бритвой Акам, и гласит, не плоди сущности без надобности. Большинство программных интерфейсов, как-то не парадоксально, этому свойству следует в точности. Действительно, если брать функционально схожие программы разных производителей, то можно увидеть, что там примерно один и тот же принцип построения меню, расположение окон, везде используется что-то похожее. Это не потому, что у разработчиков бедная фантазия, как раз наоборот. Просто это базовое требование юзабилити, обеспечивающее для пользователей удобство перехода с одной программы на другую. А для нас, с вами, основные программы базовые, это Google и Яндекс. Поэтому мы старались сделать библиопоиск похожим на них. Причем не только внешне, но и внутренне. Вплоть до синтаксиса поисковых запросов, что вы видите, собственно, на скриншоте. Еще один базовый принцип библиопоиска – это полнота. Что это значит? Мы стараемся не показывать пользователям или читателям библиопоиска те записи, к которым он не имеет доступ. Предоставляем ссылки только на те тексты, к полным текстам, к которым доступ этот этот имеет. Ну, либо из стен библиотеки, либо из любой точки интернет. В зависимости от того, где читатель находится, для него будет разная выдача. Ну и еще один важный принцип, не только для нас, но и для вас, мои дорогие коллеги, – это доступность. Хотя нам, конечно, тоже очень хочется кушать, но мы все-таки сделали наш поисковый сервис весьма недорогим и доступным даже для районных библиотек. Например, стоимость обслуживания для библиотеки с тремя подписками, с тремя электронными библиотечными системами, составляет всего 10 тысяч рублей. А типовая стоимость подключения вуза среднего – ну, там 50 тысяч плюс-минус в год. Но это, в общем-то, достаточно недорогие суммы, как вы видите. Как вы видели уже в ролике, библиопоиск можно интегрировать практически в сайт любой библиотеки. Процедура встраивания достаточно простая, и даже средняя квалификация программист, который управляет библиотечным сайтом, эту работу в состоянии сделать. А если нужен гарантированный результат или необходимо какое-то нестандартное решение, то наши специалисты всегда могут помочь, и эта тоже услуга стоит относительно недорого. И, конечно, сотрудникам библиотеки важно знать все про запросы пользователей. Для этого мы разработали специальную административную утилиту, позволяющую получать все необходимые отчеты. Но не буду забегать вперед, работают этой утилитой я вам вскоре покажу. А теперь, я думаю, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Посмотрим работу библиопоиска на примере. А эти примеры я буду по мере возможности комментировать. Итак, пошли. На экране мы видим типовую форму поисковой выдачи. Слева область фасетных фильтров по типу источника по дате публикации по базам данных, а справа область параметров поиска. Собственно, область результатов. По умолчанию используется сортировка прелевантности. Мы еще позже к этому вернемся. В карточке документа выводится его заглавие, источник, список авторов, издательство, дата публикации, обложка, количество страниц, базовая информация, которая позволяет читателю, не раскрывая подробности, понять, насколько ему этот документ может быть полезен. А в подробностях мы выводим, соответственно, классификаторы, библиографическую ссылку и аннотацию, если все это присутствует. Про полнотекстовый поиск я уже упоминал. Включение этого режима, активирует поиск по полным текстам баз, по которым это возможно. И в результате пользователь получает еще и так называемые сниппеты. Это кусочки полного текста, в которых представлены коротенькие фрагменты, соответствующие запросу. Выдачей библиопоиска можно поделиться. Для этого достаточно скопировать ссылку, появляющуюся по нажатию на эту кнопку «Поделиться», которую вы только что увидели. Также можно поделиться ссылкой в социальных сетях популярных. Щелчок по заглавию документа переводит нас на карточку документа, расположенном на сайте АБС. Вот мы перешли на сайт университетской библиотеки онлайн, при этом полный текст не откроется, только если пользователь авторизован или находится в стенах библиотеки. Обращаю ваше внимание, библиопоиск не решает проблему доступа к документам. Они, как и прежде, то есть этот доступ регламентируется соответствующими договорами библиотеки с правообладателем. Задача библиопоиска – лишь найти, нужно читать ли документ. Вот так это работают переходы. Разумеется, можно перейти не только на университетскую библиотеку, а в принципе на сайт любой библиотечной системы. Теперь рассмотрим фильтр документов. Сейчас мы выбрали медиаресурсы. Это в основном либо аудиокниги, либо видеолекции. Пункт диссертации позволяет отобрать не только собственные диссертации, но и авторефераты к ним. Кстати, библиопоиск автоматически группирует авторефераты и диссертации. Вот мы сейчас это увидели. Если автореферат и диссертацию встретились в поисковой выдаче, то автореферат группируется в кнопочку «Показать похожие записи». Вот мы сейчас ее нажали. С щелчком можно также перейти на сайт RGB, и вы увидите, что этот автореферат находится в свободном доступе. А вот если перейти на сайт диссертации, то свободный доступ мы не увидим, потому что этот ролик я записывал в офисе, а не в стен библиотеке. И в стен библиотеке, естественно, все было бы нормально. Теперь покажем, как библиопоиск отображает дупликаты документов. Это происходит примерно так же, как и в случае авторефератов и диссертаций. Карточки дублирующихся документов группируются в похожие записи. Вот сейчас мы покажем на примере, что вот эти карточки одинаковых документов, но разных издательств оказываются сгруппированы. Опять же, для удобства пользователя. Но теперь мы перейдем к самому, наверное, для библиографа интересному, к расширенному поиску. Здесь мне бы хотелось остановиться и сделать небольшое отступление, которое, тем не менее, считаю очень важным. Думаю, меня сейчас слушают немало библиографов, привыкших к расширенному поиску абисс, или его еще называют профессиональным. Обратите внимание, что если вы посмотрите сейчас на видео, вы увидите, что поля расширенного поиска не скрыли основной поисковый запрос. Примерно так же, как это сделано в Яндексе. В абисс используется другой подход, как вы знаете. Вот это на самом деле очень важное, буквально концептуальное отличие расширенного поиска библиопоиска от расширенного поиска абисс. Здесь данные, вводимые в поля расширенного поиска, лишь дополняют основной поисковый запрос, но не заменяют его ни в коем случае. Но все это мы сейчас увидим на примерах. Допустим, нас интересуют документы по истории музыки. Вот мы получили выдачу. Просматриваем это дело. И тут до нас доходит, что на самом-то деле нас интересует история музыки нашего государства. Поэтому в заглавие мы вписываем следующие русский, российский и советский. Как мы видим в поисковой выдаче, она сохраняет только те документы, в которых встретилось хотя бы одно из упомянутых слов. Вот история русской музыки идет. История российской встретилась. Обратите внимание на выделенные кусочки. История советской музыки. Но можно вписать полностью запрос и, соответственно, в поле заглавия расширенного поиска. Здесь мы увидим, что вначале выдаются документы, в которых идут три слова подряд. История русской музыки. Потом просто три слова. В любой последовательности. Потом будут два слова из трех. И так далее по убыванию. Это вот как раз тот самый принцип релевантности на достаточно понятном и простом примере. Теперь представим, что нас заинтересовала статья про двигатели. Просматривая все эти данные, мы понимаем, что на самом деле мы эту статью, которая нас интересует, видели в журнале «Компоненты и технологии». Сейчас попробуем конкретизировать запрос. Вот она выдача только по компонентам и технологиям. И мы вспоминаем, что статья была опубликована не ранее 2009 года. Вот, соответственно, как работает расширенный поиск в случае заполнения трех полей. Основной и два расширенных. Основной поисковый запрос в данном случае тоже не является необязательно заполнять его. Вот так, допустим, мы отбираем документы статьи из журнала «Российская история». Обратите внимание, если журнал «Компоненты и технологии» был выдан из Киберленинки, то журнал «Российская история» выдается из базы «Ствью». Совершенно другая база, но библиопоиск работает, объединяя все базы в одно. Итак, снова вернемся к нашим двигателям. И попытаемся найти статьи авторов Сергеев и Яровой. И вот библиопоиск выдает в начале статьи, в которых авторами являются оба названных человека, затем какой-либо один из них. вот это тоже принцип релевантности на практике. А если мы впишем двигателя Сергеев Яровой в основной запрос, то поиск тоже будет возможен. Но при этом найдется только две первых статьи, в которых присутствуют обе названные фамилии. Разумеется, тут можно использовать и опции расширенного синтекса запросов, но это уже для особо интересующихся об этом. Я чуть-чуть упомяну позже. Теперь поищем по SBN. Тут все просто. В начале выдается статья, документ с полностью совпадающим SBN, потом с максимально похожим. Вот вы видите достаточно большая степень схожести одного SBN с другим. если мы в поле основного запроса введем этот SBN, то выдастся только один документ с полностью совпадающим SBN. На вопросы коллеги, я вижу эти вопросы, я отвечу чуть позже, в конце. Так что пока чуть-чуть подождите, чтобы не останавливать ролик. Вот работа поиска по SSN. Он использует тоже поле, и, собственно, комментировать тут особо нечем, все понятно. Ну, так, У нас осталось одно поле ключевые слова расширенного поиска. Вот тут мне бы хотелось чуть-чуть остановиться. Почему? Вспомните, сколько у нас существует классификаторов. Это, конечно, ББК первое, что приходит в голову. Потом ДК, ГРНТИ, ВАК, ОКСО или ОКСО, я не знаю, как это сказать правильно. Итого 5 штук, причем 5 штук только стандартных. Каждый ЭБС считает своим долгом разработать что-то свое, как она считает максимально удобное для пользователей. И все это как-то надо сводить воедино. Понятно, что единого какого-то механизма, к сожалению, пока не существует. И поэтому мы приняли решение на данный момент, на данный момент подчеркиваю, отказаться от тематической классификации. И все классификаторы, у нас они в базе все равно хранятся, тем не менее. И доступны через вот это вот поле ключевые слова. То есть, когда пользователь набирает что-то в ключевых словах, то происходит поиск не только по непосредственно ключевым словам библиографической записи соответствующей, но и по всем классификаторам, которые в документе присутствуют. Итак, представим, что мы хотим найти учебник по истории России. Вот, но выдача, понятно, там большая. А вот слово учебник на самом деле непонятно, как набрать, потому что это может быть просто учебник в названии документа. Этот учебник может не присутствовать, либо иметь какое-то синемичное название. Поэтому вот как раз слово учебники надо заносить в ключевые слова. Ну и вот, как вы видите, библиопоиск нашел документы вполне адекватные поисковому запросу. Теперь я упомяну, как и обещал, о синтаксе запросов. Он действительно похож на синтаксис Яндекса и Гугля. Используются кавычки поиск по цитате. Можно объединять поиск по или и по и. Можно выделять стоп-слова минусом. Можно группировать скобочками. И работает усечение звездочка. Ну, собственно, кому надо, потом посмотрите документацию. Вот. Теперь мы в качестве примера попробуем найти что-то учебное по истории России. Вот как можно составить ключевой запрос. Учебная звездочка. Таким образом, будут найдены все документы, в которых присутствует слово, начинающее с учебно. Вот учебное пособие. Если вы обратили внимание, то тут затесался конспект лекций, в котором слова учебно нет. Вот оно, учебное пособие выделено, оказывается, в аннотации. Вот, на самом деле, библиопоиск так и работает. Это только кажется, что поиск по единой строке очень простой. На самом деле, он как раз самый сложный. Потому что при этом опрашиваются все, практически все значимые поля библиографической записи. И дальше идет сравнение по очень сложному алгоритму для выделения наиболее релевантных документов. Ну, а результат вы видели уже на этом ролике. А теперь скажу несколько слов про административный модуль, вход в который доступен только сотрудникам библиотек. Вот главная страница этого модуля. Здесь у нас есть возможность перейти в меню по отчетам, настроить права доступа к тому или иному провайдеру. Кстати, забыл упомянуть, что у нас библиопоиск работает не только на больших экранах и компьютерах. Он оптимизирован еще и под планшеты, под смартфоны. В таком случае поисковая выдача библиопоиска будет иметь немножко другой оптимизированный вид. Ну, а так выглядит отчет по количеству поисков произведенных в системе. Разумеется, можно менять границы выборки. Разумеется, можно менять границы выборки. Ну, а здесь вы видите реальный отчет по библиопоиску в роду Ян. И, как вы видите, количество обращений к библиопоиску неуклонно, за исключением января, растет. Ну, а март еще просто не до конца выбран. Он ограничен 17-м числом даты записи ролика. Вот отчет по переходам в различные ЭБС. Обратите внимание, на основании данных этого отчета очень легко принять решение о целесообразности продления контрактов. Вот отчет по успешности поиска. То есть, сколько результатов, сколько документов было выдано в ответ на тот или иной пользовательский запрос. Ну, разумеется, везде можно менять даты отчетного периода. На вкладочке «Скачать» можно. можно получить первичные данные, первичные логи системы библиопоиск и проанализировать их во всех подробностях. То есть, это непосредственно логи самой системы, какой запрос был сделан в какой момент и какие при этом настройки использованы. Вот так примерно выглядит. Вот видите запросы, которые были сделаны пользователями. Количество возвращаемых результатов и так далее. Не буду особо углубляться. Кому интересно, мы можем предоставить тестовый доступ и, соответственно, вы все это сможете попробовать, поэкспериментировать сами. Вот отчет по переходам в ту или иную ЭБС. Вот, собственно, URL документа, на который производится переход. Тут есть все и запросы, и дата перехода. В общем, полностью все данные, которые можно использовать для любого сколь угодно детального анализа работы в системе. А вот эта галочка позволяет выбрать только неуспешные поиски. То есть, только те поиски, по которым данный библиопоиск вернуть не смог. Я думаю, что эти отчеты могут помочь уже в работе отдела комплектования. Ну, собственно, на этом все. Базовая часть разговора закончена. Спасибо за внимание. А теперь сейчас попытаюсь ответить на те вопросы, которые возникли. Ну, для начала Елена Александровна в общий чат написала библиопоиск. Библиопоиск – это не электронная библиотека, это поисковый сервис. Если у вас подключено несколько ИБС, несколько источников данных, это могут быть не только ИБС, подчеркиваю. Это могут быть и свободные источники типа киберленинги. Для пользователей библиопоиск дает возможность искать все в режиме единого окна, как это привычно ему через Яндекс и Гуголь. Только поиск производится по библиотечным ресурсам. Ну, в принципе, если вы посмотрите все сначала, я думаю, вам будет понятно. Если что, заходите на сайт или пишите нам письмо, мы, соответственно, постараемся ответить. Что касается бесшовных переходов. Библиопоиск на данный момент не работает с аккаунтами пользователей. Поскольку аккаунты пользователей – это все-таки епархия ИБС. Мы можем дописать под вас модуль, который будет делать бесшовный переход, но это требуется отдельного разговора, потому что необходима интеграция с вашей ИБС на вашем сайте. При этом сайт библиотеки, конечно, он даже не обязательный. Если у вас есть сайт ВУЗа, то библиопоиск можно разместить там, в принципе, на любом сайте. Как получить тестовый доступ? Вы можете просто написать на VOLJ RaduGalic.ru, либо зайти на RaduGalic.ru и отправить соответствующий запрос. Собственно, там, я думаю, вам будет понятно. Любой вариант приемлем, как угодно. Пишите, мы ответим, как бы вы к нам не обратились. Что касается подключения свободных источников. Нет, свободные источники пока подключаются в библиопоиске на тех же основаниях, что и подписные ресурсы. В будущем мы, возможно, немножко изменим эту схему, сделаем специальные пакеты подписные. Но пока у нас такого сервиса нет. В любом случае, вы отсылаете нам список ваших источников, включая те свободные, которые вы хотели бы подключить. А мы уже смотрим, как с вами удобнее поработать так, чтобы вам удобно было и нам, в общем-то, хоть что-то там досталось. Что касается цены библиопоиска, лучше всего будет, если вы напишите нам запрос с указанием тех источников, которые вы хотели бы подключить. Также напишите, нужна ли вам интеграция на ваш сайт, или вы это сможете сделать сами. И мы вам максимально оперативно, обычно в течение одного дня отвечаем, рассчитаем цену. Тестовый доступ предоставляется обычно на месяц. Но если требуется какое-то изменение, если у вас не хватило времени на тестирование объективно, возможно, вас отвлекли и так далее, то можно договариваться. Но это в любом случае решается в индивидуальном порядке. Ну, коллеги, еще какие-то вопросы остались? Если что, повторяюсь, да, поиск пенсиональной электронной библиотеки реализован. В цену 10000 входит подключение библиопоиска к трем источникам данных. Это может быть либо подписные источники, либо свободные. Главное, их должно быть не больше трех. Ну и плюс интеграция каталога вашего abys. Опять же, тут уже все зависит от той системы, с которой вы работаете. Потому что при подключении к каждой системе есть определенные нюансы. Я имел в виду сейчас abys. С источниками все достаточно просто. Ну, если у вас вдруг какие-то вопросы остались, вы всегда можете звонить по телефону. Но лучше, конечно, писать на почту, чтобы ничего не потерялось. Или отправлять запрос через наш сайт. И мы максимально оперативно и подробно вам ответим. Насчет удаленного доступа к электронному каталогу. Это тоже опция, которую мы можем сделать для вас. У нас сейчас есть клиенты, которым, в принципе, похожее решение требуется тоже реализовать. Я думаю, можно будет отдельно обсудить этот вопрос и договориться насчет удаленного заказа и удаленного доступа. Сложно отвечать в общем чате, не зная нюансов ваших подключений. Подключение к библиопоиску, да, оформляется на год. Но вы можете, в принципе, указать любой срок, любой продолжительности. Но не меньше года. И сразу говорю, если вы подключаетесь к библиопоиску на больший срок, соответственно, цена для вас фиксируется. Потому что то, что сегодня 10 тысяч, не факт, что через 2-3 года эта цена у нас сохранится. Скорее всего, она поднимется, как минимум, на уровень инфляции. Ну, как бы я сейчас пока не могу гарантировать о том, сколько будет стоить библиогод. Библиопоиск через 2-3 года. Каждый последующий год оплачивается, да. Если у вас в ABIS есть несколько баз, то они засчитываются как один источник. Одна ABIS. Потому что для нас, в общем-то, подключить один каталог или несколько разницы вообще никакой нет. Но, опять же, повторяюсь, что есть определенные нюансы подключения для каждой из существующих ABIS. С Росмарком мы работаем, конечно. Мы работаем, в принципе, с любыми, со всеми стандартными форматами. Стараемся не работать с Mark21, но он, насколько нам известно, особо и не распространен в России. У IPMH мы поддерживаем, если что. Ну, в общем, поддерживаем. Если это что-то стандартное, то это мы поддерживаем. Дублинское ядро. Да, мы поддерживаем Дублинское ядро, но здесь есть определенный тоже нюанс. Как правило, Дублинское ядро – это всего лишь базовый формат. Ну, там штук 15, по-моему, полей описания. Как правило, на самом деле используются различные расширения Дублинского ядра, но для нас это не принципиально. Если у вас есть какое-то расширение, которое, ну, скажем так, можно описать словами, метаданами или прочее, то мы ваш каталог сможем интегрировать. Есть электронный каталог бибзаписи и электронная библиотека полнотекст. Да, это тоже считается за один ресурс. Но в случае индексации полнотекстов тут надо разговаривать отдельно, потому что, вполне возможно, вы захотите этот полнотекст хранить у себя. Ну, тут тоже есть некоторые нюансы, которые вам следует учитывать. Так, чтобы с этим полнотекстом наша система, вернее, с индексом полнотекста наша система могла работать. Я думаю, это тема отдельного разговора. Как происходит работа с APAC Global? Скажем так, мы для переходов каталог в службу заказа того или иного документа в APAC Global, мы переходим по ID документа. То есть, осуществляем по сути поиск в системе APAC Global. Да, насчет ваших пожеланий коммерческих вы совершенно правильно понимаете. Это, в принципе, типовая стандартная работа. Вы описываете наши пожелания, отправляете любым удобным для вас способом, лишь бы не смс-ками, и мы, соответственно, отвечаем. Мы, в любом случае, стараемся вести именно переписку, стараемся не общаться по телефону, за исключением каких-то разовых вопросов. Потому что, чтобы хранить всю историю, чтобы не было недопониманий, в любом случае нужно общаться в письменном виде. По APAC Global я ответил. Может быть, немного сумбурно. Есть ли у вас вопросы? Отлично, спасибо вам. В таком случае я еще какое-то время буду присутствовать. А сейчас передаю слово Павлу, нашему хозяину. И всем пока! Продолжение следует... Коллеги, ну я беру слово только для того, чтобы с вами попрощаться. Я вижу, сегодня был очень полезный вебинар, было много вопросов и возник диалог. Это здорово, это не каждый раз бывает. Спасибо всем, кто сегодня пришел. Я вижу, все вопросы были к Владимиру. Ко мне вопросов в чате вроде бы как нет. Поэтому я тоже прощаюсь с вами. До новых встреч на наших вебинарах. Приходите к нам, будет интересно. Будем звать интересных людей. И ваш приход к нам тоже очень важен. Так что ходите на наши вебинары. Спасибо за внимание. Огромное спасибо Владимиру. И вам тоже. Всего хорошего. Поехали! Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...